Я давно хотел снять видео о принципах ударов в боксе. Каждый боксер по-разному делает удары, несмотря на то, что их всего 6 базовых. У каждого боксера есть свои особенности нанесения. Сейчас я хотел рассказать о неких базовых принципах, которые необходимо использовать в нанесении ударов. Когда мы с соперником начинаем работать, обязательно нужно подготовить почву для своего удара. Первый принцип заключается в том, что мы удар готовим. Мы не просто начинаем и ходим в бойку, а мы должны соперник к этому подготовить. То есть какое-то действие, фит какой-то кидаем, делаем, открываем. Где-то соперника открываем, где-то одна плоскость открывается. Подготовили атаку, раз и стараемся уже по подготовленной части пробить. Первый принцип заключается в том, что мы готовили. Второй принцип. Второй принцип довольно-таки важный. Если соперник, например, как вариант с этой рукой защиты, ну и вообще в бою, это очень полезно, мы чередуем работу по разным плоскостям. Если я беду прямыми ударами, я задействую, соответственно, вот эту плоскость. Кидаю прямые, 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 раз, где-то закину сбоку. Соперник, если начинает на этот боковой удар реагировать, он начинает до поставки, погладить руку, тем самым он отрывает какую-то еще плоскость, например, снизу. То есть я задействовал одну плоскость, открыл другую, и, например, как вариант Руслан открылся, я проговорился. То есть каждый раз в своих сериях я должен чередовать разной площади атаки, чтобы максимально эффективно наносить урон сопернику. Третий принцип. Соответственно, если мы чередуем плоскости атаки, мы обязательно очередуем этажи атаки. Не ходимся только за головой, где-то покидали, жестко пробеемся голове, соперник где-то закрылся, и потом переводим работу на нижний этаж. То же самое делаем наоборот. Стараемся, например, соперника приучить прикормить ударом по животу, где-то жестко пробиваем, соперник начинает на них реагировать, немножечко висеть, подсаживать, и отсюда уже начинает переводить наверх, на голову. Следующий принцип – это чередование акцентов. Где-то можно накидать, насыпать, как говорят, в пустых ударах. То есть вот Руслан опять, например, раскрывается. Я, видя, что соперник закрывается, я заведомо его акцентирован не могу пробить, я не буду тратить силы и кидать по глухой защите жесткий удар. Я, соответственно, кидаю немножко легких ударов, тем самым я где-то соперника постараюсь открыть, спровоцировать. Чуть-чуть он где-то, например, раскрывается, вот сейчас живот он открыл, вот, соответственно, сюда я буду более жестко акцентирован. Поэтому в каждой атаке старайтесь тоже разбавлять акцент ударов, где-то кидать более легкие удары, чтобы соперник на них просто реагировал, а потом уже более жестко пробивать по открывшимся площади. Следующий момент, следующий момент, это чередование углов атаки. То есть, один из важных этих элементов в боксе, например, я просто левый прямой, просто славный правый боковой, да, то есть линейно с соперником в боксе работать не получится. Кинул, раз чуть сместился и уже поднял угол. Поэтому стараемся, но это примитивная серия довольно-таки, но тем не менее, стараемся все время ходить по углам, особенно у нас большой. кинул, и сразу можно как вариант правого бокса поставить, под углом поработал, опять крутился, то есть постоянно-постоянно чередуем различные углы атаки. Следующий принцип. Следующий принцип, это очередование темпа атаки. То есть, мы соперника приучаем, например, что я работаю довольно-таки медленно, я кидаю текущий удар, например, двойку кинул, на паузу сделал двойку кинул, по ногой, сделал паузу, покидал, немножко соперника приучил, и потом после вот этой текучей двойки, если я вижу, что есть возможность контр-атаковать, я ментально быстро взрываю, и вторая серия уже будет в другом темпе, намного более быстрым, чем первая. Тогда тогда правый, правый, левый, под боковой ушел, и просто три корпуса. Раз, два, прошел, и день, а-да, взорвался и опять под углом ушел. То есть, как вариант, вот такой вид смены скорости атаки. Ну и самый главный принцип, завершающий, если так мы по логике их расположили, это обязательно уходственные атаки. Каждая серия, каждый удар последних серий, он должен обязательно завершаться выходом из атаки. Вы не должны оставаться на месте. Какую-то я серию кинул, обязательно пошла защита, обязательно. Да, и с высоким соперником назад, это минимальный вариант движения, пол шага, и обязательно нужно идти в сторону. Поэтому где-то я серию кинул, если чуть назад, то сразу в углу в сторону, по сторонам. А в идеале серию кинул раз в сторону, и в идеале еще за собой стараемся оставить удар. То есть, последний, ну или крайний принцип, будем участвовать в том, что мы обязательно после каждой серии, или нескольких комбинаций, мы обязательно должны уходить защищаться, защищаться среди атаки. Спасибо.